Итак, закон всемирного тяготения, последнее, что мы записали, его в векторном виде. Если есть одно тело, М1, М2, то вот на второе тело действует, например, сила. Сила, да, это вот радиус вектор, вот это вот радиус вектор. Сила равна, как у нас там было, G, М1 на М2 поделить. Здесь у нас было R вектор поделить на R, чтобы единичное направление было какое-то. Можно записать немножко по-другому. Вот так и вот так. Ну, по-моему, это должно полностью соответствовать последней записи. Именно такая запись у нас последняя, по-моему, и была. Итак, знак минус означает, что если вектор R направлен от первого тела ко второму, то сила, действующая на второе тело, действует против вектора R, то есть знак минус. И на Земле действует сила тяжести, равная МG, где, исходя из этого соотношения, G равно вот эта константа массы Земли на R Земли в квадрате. Ну, вот как-то так, как-то так. И эта уже величина, она совсем не микроскопическая и не очень огромная. Мы ее хорошо знаем, 9,8 метров в секунду. Давайте пример на закон всемирного тяготения. Рассчитаем радиус геостационарной орбиты спутника. Ну, что значит геостационарная орбита? Вот Земля, вот эта вот Земля, она вращается вокруг собственной оси. И спутник может летать вокруг Земли. Ясно, что для того, чтобы свободно летать вокруг Земли, у него есть определенная скорость, у этого спутника. И если правильно подобрать расстояние, то можем подобрать расстояние таким образом, что спутник, вращаясь вокруг Земли, будет находиться все время над одной и той же точкой Земли. То есть его угловая скорость будет такая же, как и угловая скорость Земли. Ну, угловая скорость. Вот это вот угловая скорость спутника. Здесь записан второй закон Ньютона для движения спутника вот по этой вот орбите. Ясно, что на него действует вот такая сила. r – это радиус Земли, а h – это расстояние до орбиты спутника. Сила, вот она здесь записана. Омега квадрат на r плюс h – это омега квадрат r – это центростремительное ускорение. Исходя из этого соотношения, видим, что переносим сюда, получаем r плюс h в кубе равно gm делить на омега. Ну, вот это видно, следует отсюда. Омега – это 2π на t, 2π на t. То есть r плюс h в кубе поделить на r в кубе. Вот здесь в правой части вот r квадрат плюс и умножить, и r еще, это r в кубе. Остальное просто переписали вот это соотношение. Получили выражение вот такое, используя выражение для g, то, которое вот здесь записано. Ну, а дальше отсюда очевидно, что извлекаем корень третьей степени из правой части. Получаем вот это вот соотношение r плюс h поделить на r. r плюс h, то есть вот этот радиус поделить на радиус Земли, получили выражение 6,6 получили. В 6,5 раз больше r плюс h, радиус геостационарной орбиты, чем радиус Земли. Ну, а если это так, то тогда r плюс h можем легко вычислить, зная радиус Земли. Радиус Земли, помните, да, 6400 километров. 6400 километров, вот это вот 6,6 умножили, получили вот такой вот радиус геостационарной орбиты. Или расстояние от поверхности Земли 35600 километров. Расстояние огромное, конечно, расстояние огромное, но спутники, которые на этих расстояниях летают. Обычно, правда, для всех систем навигации используются более низкие орбиты, там по-другому немножко делается. Но, тем не менее, на таком расстоянии тоже спутники летают, тоже есть такие спутники. Так, давайте другие законы, описывающие индивидуальные свойства сил, разберем. Ну, кратко разберем. Закон Гука – силы трения. Закон Гука совсем кратенько, совсем кратенько разберем. Ну, конечно, он связан с именем Гука, мы его сегодня вспоминали. Кратко, потому что у нас будет отдельная лекция, посвященная деформациям. И там мы все довольно тонкие и сложные моменты, связанные с силами упругости и с деформациями, разберем отдельно. А сейчас только, скажем, ну, сформулируем закон Гука. Ну, одна из формулировок, возможно, такая. Деформации пропорциональны усилиям, которые их вызывают. Деформации пропорциональны усилиям, которые их вызывают. Ну, например, стержень закреплен с одной стороны, а здесь действует сила F. Стержень, немножко меняется его длина. Вот это вот дельта L. Дельта L. Так, дельта L пропорционально усилиям, которые их вызывают. Единицы на K умножить на F. На F. Ну, а чаще записывают в таком виде. F равно K на дельта L. K на дельта L. F – это внешняя сила, а это деформация этого стерженечки. Деформации, которые произошли. Ну, конечно, здесь на этом пути вводятся силы упругости. Вводятся силы упругости, которая равна минус вот этой вот силе. Значит, минус K на дельта L. Ну, обсуждать дальше смысла большого нет. Для реальных задач, с которыми мы столкнемся, вот такого соотношения вполне достаточно. Отметить нужно только то, что закон Гука верен. Очень для многих тел. Только диапазон вот этой вот пропорциональности, диапазон пропорциональности, он разный. У каких-то тел, ну, например, резиночка такой, вот мы растягиваем, да, ну, он достаточно большой у резиночки. Там пружинка какая-то, тоже большой диапазон. А вот, например, для хрупкого стекла растянуть его совсем можно, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Оно треснет просто, это стекло, да, если хватит усилий. Ну, и для металла, для стали, например, тоже очень маленький вот этот вот диапазон. То есть диапазон разный. Чуть более подробно давайте остановимся на силах трения. На силах трения. Сначала разберем так называемое сухое трение. Сухое трение. Вот здесь один из примеров, который мы рассмотрим. Одно тело лежит на другом, никаких жидкостей, никаких смазок здесь нет. Никаких смазок нет. И я, наверное, могу снять ее, да? Если мы хотим сдвинуть этот брусочек, то видим, что для того, чтобы сдвинуть, нужно приложить ненулевую усилие какое-то, ненулевую силу. Только тогда он начнет сдвигаться. То есть при приложении внешней силы между поверхностью стола и вот этим брусочком, брусочком возникает некая сила сопротивления. Таким образом, сухое трение – это эффект появления силы сопротивления при направлении силы сопротивления, действующей вдоль плоскости, вдоль которой касаются эти тела. она всегда направлена в сторону противоположного перемещения одного тела от другого. Это перемещение может быть не микроскопическим, достаточно заметно. Вот, допустим, тело движется, сила сопротивления направлена в другую сторону. А может быть микроскопическим перемещением. Вот я давлю и если внимательно посмотреть, что происходит на границе их раздела, то там происходят микроскопические перемещения. Ну, предполагается, что если вот одно тело, вот поверхность одна, а вот другое тело, которое лежит, у нее поверхность другая, вот этот брусочек, да, то касание происходит не во всех точках, предполагается, не во всех точках происходит, а только в пятнах касания. Вот в каких-то пятнах касания происходит касание от одного тела другого. Как показывает опыт, пятна касания имеют разные размеры, где-то от одного микрометра ну, до 50 микрометров. Очень приближенно и зависит, конечно, от тел. Но, тем не менее, понятно, что пятна касания микроскопические. Так вот, теперь, когда мы действуем силой, какой-то суда, то вот здесь микроскопические перемещения появляются и возникают силы трения. Если перемещения микроскопические, то сила трения покой. Если перемещения не микроскопические, а заметные, то сила трения скольжения. Вот из того, что здесь нарисованы пятна касания, видно, что, во-первых, во-первых, тела могут быть обработаны по-разному. Во-вторых, в одном месте тело обработано так, в другом по-другому. Поэтому, вот когда мы кладем вот сюда, вот, например, и изучаем силу трения, пятна касания одни, здесь пятна касания другие. И описать эту силу трения достаточно сложно. Эта наука, хотя и зародилась очень давно, хотя и зародилась очень давно, в том же 17 веке серьезно изучали силу трения, амантон, а потом кулон изучали силу трения, то, тем не менее, понятно, что в зависимости от материала там могут быть свои особенности. И сейчас, в современном мире, когда широко используются различные новые материалы, раз, а во-вторых, различные новые технологии, ну, например, как это, МЭМС, да, механико-электрические системы, механико-электрические системы, микроскопические механико-элиминиатюрные механико-электрические системы, электромеханические системы. Довольно часто используются, например, гироскопчики какие-то. Насколько я понимаю, в наших телефонах довольно часто используются гироскопы, которые микроскопические, которые показывают положение этого телефона. И используются довольно часто такие системы. Так вот, там силы трения, конечно, нужно изучать. И поскольку микроскопические размеры, то это современная область. Поэтому, если кому-то там посчастливится заниматься силой трений, хотя не знаю, посчастливится или нет, мне кажется, там так трудно разобраться. Но это современная наука и огромное количество статей в области этой науки. А называется она трибология. Трибология. Это наука называется. Так, ну, суть мы сказали. Ну, а теперь давайте изложим закон Амантона Кулона. Ну, действительно, первые исследователи, которые занимались Амантон, потом Кулон, и выяснили, что очень сложно описать вот эту силу трения. Но, тем не менее, выжимка какая-то из этого закона, она выглядит первая. Ну, во-первых, при микроскопических перемещениях появляется сила трения покоя. f трения покоя больше либо равна нулю и меньше либо равна f максимальная. Второе. Вот это значение f максимальная. f максимальная равна мю на n. n – это сила давления, с которой одно тело действует на другое. Зависит от силы давления. Мю – это коэффициент трения. Мю – коэффициент трения. Обычный коэффициент трения меньше единицы. Но, тем не менее, бывают такие ситуации, когда он может быть и больше там силы сцепления какая-то появляется. Обычно в тех примерах, которые мы с вами будем касаться, вот на семинарах, в задачах, мю всегда меньше единицы. Третье. Сила трения скольжения равна мю на n. Ну и четвертое утверждение про направление. Вектор силы трения скольжения и вектор относительного перемещения или скорости. Они в разные стороны направлены. Сила скольжения, силы трения скольжения и вектор скорости направлены в разные стороны. Вот из всего того, что я сказал, и даже картинку с пятнами касаниями нарисовал, понятно, что это очень приближенно. Вот это вот утверждение, которое мы записали, они носят приближенный характер. Действительно, если мы будем проводить и сравнивать вот это максимальное трение и скольжение, то это не всегда выполняется. Иногда максимальное значение силы трения и покоя больше, чем силы трения и скольжения. Но все зависит от условий проведения опыта и материалов, которые мы изучаем. Ну и при этом здесь сила трения не зависит от скорости, а на самом деле она и от скорости тоже может зависеть. Если мы, скажем, F трение от скорости, ну, во-первых, они в разные стороны, поэтому скорость больше будет вот такой вот. Вот такая какая-то зависимость приблизительно. Скорость меньше нуля, сила трения положительная. Скорость больше нуля, сила трения отрицательная. При малых скоростях максимальная сила трения, потом она немножко может уменьшиться, эта сила трения. А при больших скоростях, где могут начинаться разрушения какие-то, она тоже может увеличиваться. Все дело в том, чтобы вот эти вот пятна касания, во-первых, успевали в них вот эти связи межмолекулярные как-то установиться. Вот если движение маленькое, то связи здесь устанавливаются, сила трения одна. Если скорость побольше, то связи здесь не успевают устанавливаться, связи межмолекулярные, и сила трения поменьше. А при больших скоростях здесь какие-то деформации необратимые могут возникать. Ну, необратимые деформации, поэтому сила трения снова может возрастать. Вот эта сила трения, о которой мы говорим, она называется сухое трение, а еще называют его внешнее трение. Внешнее трение под термином внешнее предполагает, что участвует при взаимодействии только вот этот вот внешний слой. Внешний слой для этого тела и внешний слой для этого тела. Не всегда это так. Не всегда так. Могут захватываться близкие слои. Близкие слои. Ну, обычно крайний случай рассматривается так называемое внутреннее трение, а это уже будет вязкое трение. Вот вязкое трение – это когда всегда захватываются внутренние слои. Это происходит в движении тела, например, в жидкости какой-то, в смазке какой-то. Там ясно, что захватываются все слои этой жидкости. Опять же, про вязкое трение мы с вами отдельно будем говорить, когда немножко посмотрим механику сплошных средств в самом конце нашего курса. А сейчас можно сказать следующее. Итак, вязкое трение. Трение. Вязкое трение или внутреннее трение, да? Трение. Вязкое трение. Оно подчиняется законам следующим. Если скорости относительно и малы, то сила трения равна минус некоторый коэффициент вязкости на v. Малые скорости. Если скорости средние и большие, равно минус k на v квадрат. Сейчас как удобнее записать. k на v квадрат можно вот так вот записать на v. Вот так вот. Это вот единичный вектор. Единичный вектор, а пропорциональность k на v в квадрате. Это большие скорости. Большие скорости. Что значит маленькие и что значит большие скорости, мы с вами рассмотрим отдельно, когда будем рассматривать механику сплошных сред. А сейчас, решая какие-то задачи, мы будем просто использовать либо вот этот вот закон, либо вот такой закон для скорости. Очевидно, что важное отличие вязкого трения от сухого трения, то что там есть сила трения покоя, которая может быть больше нуля и всегда больше нуля. А здесь силы трения покоя нет. Сила трения всегда пропорциональна скорости. Если скорость равна нулю, сила трения равна нулю. Это важное отличие этого силы трения, вязкого трения от сухого трения. Ну и еще, еще, пожалуй, несколько слов сказать про трение-качение. 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 Это когда тела катаются, вот здесь какое-то тело, вот оно катится, катится, проскальзывания может не быть, проскальзывания может не быть, но тем не менее, если тело будет долго катиться, все равно остановится. Все равно остановится. Почему остановится? Объяснение очень простое, нехитрое объяснение. Трение-качение. Вот это тело, вот это тело, вот оно катится по поверхности. Ясно, что здесь какая-то ямка появляется, деформации какие-то появляются. Они могут быть большие, могут быть маленькие. Если, например, мы на велосипеде едем по песку, то эти деформации приличные. А если, допустим, по стали мы смотрим, ну мы их и не увидим, эти деформации, но они есть. Так вот, в результате деформации, деформации реально выглядят каким-то образом. Вот здесь вот возникает горка, а даже бугорок может возникать. Здесь бугорок. А сзади, а сзади деформации могут не восстанавливаться. Таким образом, трение-качение, оно связано с тем, что тело, которое катится, оно как бы наезжает все время на горку. Наезжает все время на горку. Ясно, что сопротивление есть. Если бы из-за закона Гука и сзади этого тела быстро успевала восстанавливаться вот эта поверхность, которая здесь вот деформирована, то тогда с этой стороны тоже была бы некая сила реакции опоры, с этой стороны реакции опоры они бы друг друга компенсировали. Ну, так, в принципе, и есть, поэтому сила трения-качения, она небольшая. Но в целом, все-таки, сила реакции опоры сзади меньше, чем сила реакции спереди. И принципиальная картинка, которую здесь следует нарисовать, вот сила реакции опоры суммарная, она какая-то вот такая. Немножко под углом, небольшой угол, конечно. И правее центра вот этого цилиндра или шарика, который мы рассматриваем, правее. То есть есть сила, составляющая в этом направлении, и есть момент сил, который заставляет все время останавливаться катящееся тело. Вот это катящееся тело. Ну, поскольку для объяснения дальнейшего нужно использовать понятие момента сил, а не хотелось бы преждевременно об этом в принципе говорить, то для дальнейшего изучения, ну, понимания силы трения-качения я просто сошлюсь на задачу практикума. Есть у нас одна из задач практикума, где посвящена просто изучению трения-качения. Вот там кратенько на страничку написано все, что нужно знать про эту силу. И мало того, что там написано, я думаю, что лучшее изложение из всех учебников, которые есть, именно там. Ну, потому что про трение-качения говорят совсем мало, совсем мало. И вот мы, так сказать, вот некую выжимку сделали из всего, что видели, и мне кажется, что там наиболее ясное изложение. Поэтому вообще практикум пренебрегать не надо. Обычно там вся теория излагается очень кратко и максимально понятна для того, чтобы вы могли сделать соответствующую задачу. Так вот, теорию эту можно посмотреть там, либо, если не хватит, стрелков, по-моему, в механике. В механике стрелковой. Там тоже на пальцах как-то пояснено моменты трения-качения. Что такое коэффициент трения-качения. Ну, на этом остановимся. На этом остановимся. И перейдем к следующей теме. А, вот мы уже, так, вот мы и перешли к главе второй. Законы сохранения в простейших системах. Итак, мы с вами разобрали, обсудили как-то три закона Ньютона и законы, описывающие индивидуальные свойства сил. Конечно, не все, но что-то разобрали. Вот это вот все вместе, три закона Ньютона и законы, описывающие индивидуальные свойства сил, они относятся к динамике. Динамика это и есть. Три закона Ньютона плюс законы, описывающие индивидуальные свойства сил. Вот на основании этих законов Ньютона можно вывести некоторые теоремы. И вот для нас, для нас следующая тема, следующая тема, законы сохранения в простейших системах будут теоремами. Где-то мы их достаточно неплохо докажем, где-то докажем не очень подробно, но все равно законы сохранения, законы сохранения импульса, законы сохранения механической энергии, это будут теоремы, которые следуют из законов динамики. Итак, давайте остановимся на законе сохранения импульса. Пункт первый. Изолированные и замкнутые системы тел, закон сохранения импульса, ну, наверное, еще добавить и изменения импульса. Итак, изолированные и замкнутые системы тел. Ну, обычно мы уже договорились как-то на физфаке, ну, и вырастает вот некоторое понимание, что следует немножко отличать. Изолированные системы тел и замкнутые системы тел. Не во всех учебниках такое различие приводится, но нам это кажется удобным. И на физфаке при изучении курса общей физики, по крайней мере, изолированные и замкнутые системы тел, мы как-то отличаем друг от друга. Замкнутые системы тел называются системы тел, для которой сумма всех внешних сил равна нулю. Замкнутой называется системой тел, для которой сумма всех внешних сил равна нулю. И когда у вас в практикуме спрашивают, что такое замкнутая система тел, то вы именно такое определение и должны давать. Всем оно понятно, и мало того, если вы скажете в своих формулировках, используете понятие замкнутой системой тел, то преподаватель именно так и поймет, что система тел, для которой сумма всех внешних сил равна нулю. А изолированная система тел – это такая, на которой вообще не действуют внешние силы. Изолированная система тел – это такая, на которой вообще не действуют внешние силы. Ну а дальше давайте попробуем разобраться с законом сохранения импульса и изменения импульса. Предположим, что у нас есть системы тел. Я везде говорю «системы тел», а предполагаю материальных точек. Конечно, да? Поэтому всегда в скобочках понимаем, что это система материальных точек. Пусть есть некая точка под номером И, точка под номером Ж. Они действуют, все материальные точки действуют друг на друга. Поэтому для каждой материальной точки второй закон Ньютона можно записать следующим образом. Ну, например, для первой. Вот ИЖ, а какая-то из них первая, вот вторая, это ИТ, это ЖТ. МА1 равна сумме внешних сил, не сумме внешних, а внешней силе, результирующей, которая действует на эту материальную точку F1. И плюс сумма всех сил внутренних со стороны материальных точек остальных из этой системы. Плюс, это можно кратенько записать, сумма И равно от 1 до Н. на, сейчас мы поправим. Так, здесь вот, это будет 1, это вот 2. F, F, И на первое. Так, смотрите, суммирование формально сейчас взял от 1 до Н, Н всего материальных точек, но, наверное, не совсем правильно. Материальная точка сама на себя действовать не может, да? Сама на себя действовать не может, поэтому здесь суммирование не от единицы, а от двойки. Суммирование не от единицы, а от двойки. Ну, я и специально обратил ваше внимание, чтобы потом путаницы не было. Пусть это грязь какая-то будет, но зато здесь уже все будет понятно, что суммирование вот такое. Для второй массы, для второй материальной точки очевидно будет F2 плюс сумма F и Т2. Здесь уже суммирование будет от единицы, но И не равно 2, от единицы до Н. Но И не равно 2, то есть сама на себя материальная точка действовать не может. Ну и вектор, конечно. И последнее, для последней точки. МНТ, АНТ равно FНТ плюс сумма И равно от единицы. Ну и поскольку сама на себя точка НТ не может действовать, до Н-1. Сумма до Н-1. И снова F и Т на Н. Вот все уравнения движения, которые следует записать для этих материальных точек. Дальше вспомним, что в силу третьего закона Ньютона все внутренние силы, они имеют парные. Если есть одна сила внутренняя, для нее обязательно будет парная, равная по величине, но противоположно направленно. То есть F и Ж и Т равно F, Ж и Т со знаком минус. Минус F, Ж и Т. То есть для каждой внутренней силы есть обязательно парная, направленная в противоположную сторону. Ну а теперь понятно, что можно сделать с этой системой. Просто просуммировать. Все сложить, это сложить и это сложить. Ну давайте начнем вот с сумм. Вот с этих. Поскольку для каждой силы есть парная, а других сил уже нет. Для каждой силы есть парная, а не парных сил нет. То всегда эта сила, складываясь с этой, даст 0. Поэтому, складывая вот эти вот все внутренние силы, получаем 0. И полное выражение, получаем так. Сумма М и Т на А и Т. И равно от единицы до Н. Равно сумме F и Т. И равно от единицы до Н. Вот, что получаем после суммирования левых и правых частей вот в этом выражении. Итак, последнее соотношение, которое мы записали, это вот это. Ускорение каждого тела – это производная скорость и по времени. Ну и запишем, воспользуемся этим. То есть сумма по И равна от единицы до Н. М и Т, ДВ и Т по ДТ. Это ускорение равно сумме от единицы до Н Ф и Т. Дальше воспользуемся определением импульса. П и Т равно М и Т, В и Т. М и Т, В и Т. Ну, поскольку масса материальной точки не меняется, здесь мы именно такие случаи рассматриваем, масса каждой материальной точки не меняется, то в левой части получаем Д по ДТ сумма И равна от единицы до Н. А здесь получаем М и Т, В и Т. То есть не что иное, как П импульс. П и Т. П и Т. Равно сумме внешних сил, сумме всех внешних сил, действующих на материальные точки. Если мы теперь определим импульс системы материальных точек как сумму всех импульсов П и Т, то есть импульс системы материальных точек равен сумме по И от единицы до Н П и Т, вот так вот определим, суммарный импульс системы материальных точек, то тогда последнее соотношение записывается совсем уж просто. Д по ДТ от П равно сумме внешних сил. И равно от единицы до Н. Равно сумме внешних сил. Это изменение полного импульса системы тел. Таким образом, сразу можно сформулировать закон сохранения импульса. Если сумма П и Т равна нулю, то есть если правая часть равна нулю, то ДП по ДТ равно нулю, то dp по dt равно нулю, и импульс является константой. p равно константе. Ну, вектор, конечно. p равно константе. Импульс не меняется. Это вот в таком математическом виде. А исходя из нашего определения замкнутой системы отсчета, это такая, для которой сумма всех внешних сил равна нулю, то можем его кратенько сформулировать и устно. Суммарный импульс замкнутой системы тел сохраняется неизменным. Суммарный импульс замкнутой системы тел сохраняется неизменным. Ну, а если система тел не замкнута, то есть сумма всех внешних сил не равна нулю, то тогда получаем, опять же, исходя из того соотношения, что dp равно сумме f и t и равно от единицы до n на dt. Вот f и t на dt – это импульс внешних сил, внешней силы, в данном случае и ты импульс силы. Поэтому дальше можно сформулировать и закон изменения импульса. Изменение импульса системы тел равно суммарному импульсу всех внешних сил. Изменение импульса системы тел равно суммарному импульсу всех внешних сил. Это закон изменения импульса. Ну, и тот, и другой закон, и закон сохранения, и закон изменения, они одинаково важны, но всегда в физике ищут какие-то величины, которые при каких-то условиях сохраняются. Ну, вот мы нашли условие, если сумма всех внешних сил равна нулю, то вот эта вот величина, импульс, dp, p равно константе. Не меняется. Не меняется. Ну, этот закон сохранения я бы переписал еще. Видно, что это для малых интервалов времени. Если за большие интервалы времени, то p-конечное минус p-начальное равно импульсу внешних сил. Ну, давайте я как-то вот так вот обозначу просто n, да, n, импульс внешних сил. Но эти силы могут и меняться, не оставаться все время, во времени постоянно, могут и меняться, поэтому не просто переписал вот здесь вот, а здесь дельта t, ну, а вот обозначил какой-то другой буковкой. Понятно, что конечное минус начальное равно импульсу внешних сил или конечное минус начальное равно нулю, как вот следует в задачах использовать. Это закон сохранения изменения импульса. Теперь теорема о движении центра масс. Теперь теорема о движении центра масс. У нас воспользуемся вот этой вот записью, вот этой записи воспользуемся. И вспомним, что скорость – это производная от радиус-вектора по времени. В и т, пункт 2, 2, 1, 2. В и т – это равно др и т, др и т по дт. Др и т по дт. Таким образом, то соотношение, которое мы взяли за основу, вот оно на самом верху появилось, соотношение взяли за основу, его можно переписать в таком виде. d2 по дт в квадрате, ну, здесь напишу, от суммы и равно единице до n, м и т, м и т, р и т, равно сумме всех внешних сил, да, ф и т, сумме всех ф и т. Здесь я воспользовался тем, просто, может быть, кому-то и непонятно, не очень привычно это дифференцирование, воспользовался тем, что д по дт от др и т по дт равно просто вторая производная от р и т, д по дт в квадрате р и т. Вот я воспользовался этим, а все остальное – константы. Сумму просуммировал, здесь, вот видите, сумму внес, м и т – константы, а здесь получается только вот новое – d2, r и т по дт в квадрате. Вот я вот этим соотношением воспользовался. Это просто определение второй производной. Она выглядит так. Сначала первую берем, потом вторую производную берем. Но такая запись новая, она нам может быть полезной. Давайте посмотрим. Определим вектор r. r – центра масс. Определим следующим образом. Сейчас мы подумаем. Определим его вот каким-то таким образом. сумма м и т р и т и равна от единицы до n. То есть вот эту вот часть возьмем. Но нужно, чтобы размерность соответствовала длине. А здесь масса. Поэтому давайте еще поделим на m большое, где m большое равно сумме m и т. То есть суммарная масса всех тел, которые входят в систему. В систему тел. m – это суммарная масса всех тел, которые входят в систему. И определим радиус вектор центра масс таким образом. Тогда это соотношение последнее можно записать вот так. Поделим и умножим на m большое. Тогда будет d2 по dt в квадрате радиус центра масс. Вот этот радиус вектор центра масс равно сумме f и t. И равно от единицы до n. Ну, как видите, я ничего не сделал. Просто поделил на m и умножил на m. Тогда вот после деления на m вот это стало радиус вектор центра масс и подставил просто вторую производную не от этой вот величины, а вот уже от центра масс. Ну, и умножил на m для того, чтобы все осталось. Поделил на m, умножил на m. А правая часть осталась той же самой. А вот соотношение, которое мы получили, оно уже трактуется очень интересно и называется теоремой о движении центра масс. Действительно, смотрите. Если эту точку мы назовем центром масс, ну, выделяем эту точку, то dr центра масс по dt в квадрате будет не что иное, как ускорение. То есть масса системы тел, всей системы тел на ускорение центра масс равно сумме f и t. Вот это уже последняя запись, ну, вместе с этой, является теоремой о движении центра масс. То есть центр масс системы тел движется так, как двигалась бы материальная точка с массой равной суммарной массе всех тел системы под действием всех внешних сил. То есть центр масс системы тел движется так, как двигалась бы материальная точка с массой равной суммарной массе всех тел системы под действием всех внешних сил. Под действием всех внешних сил, ну, конечно, тоже действующих на эту систему тел. Это очень важная теорема, которая нам позволяет легко перейти от анализа движения только материальных точек к анализу движения реальных тел, у которых могут быть размеры, они могут иметь какое-то существенное влияние на процессы, которые происходят. Ну, например, вот это вот тело, оно немаленькое, если там вот как-то по нему ударять по этому телу или двигать его, так вот под действием всех внешних сил центр масс должен двигаться так же, как двигалась бы материальная точка под действием всех внешних сил. Ирина Валентиновна нам как-то покажет, что это действительно наблюдается, что под действием внешних сил центр масс движется в соответствии с теоремой о движении центра масс. Итак, это теорема о движении центра масс. Пример мы посмотрим. А, есть еще у меня здесь пример. Например, определить центр масс, любопытный пример, определить центр масс системы Земля-Луна, если известно, что масса Земли и масса Луны тоже, ну вот видите, в 100 раз меньше, чем масса Земли. Расстояние между Землей и Луной тоже задается. 385 тысяч километров. Радиус геостационарной орбиты у нас сколько там было? 36 там было, да? Ну, 42, да, если от центра Земли. Здесь 385. То есть ясно, что радиус геостационарной орбиты вблизи Земли далеко, до Луны очень далеко. Ну, а центр масс, вот координаты центра масс. Воспользуемся определением. Здесь в векторном виде, а можно ввести просто координату Х в центре Земли, а Луна будет на расстоянии r. Вот это 385 тысяч километров, это будет r. Тогда m большой масса Земли, m малая масса Луны. И в соответствии с определением, вот эта сумма, вот она записана, это сумма. m на 0, это центр масс Земли, естественно, в центре Земли предполагается, да. Сумма масс, m большой плюс m малая, это сумма всех масс, входящих в систему тел. И получаем после вычисления 4700 километров от центра Земли. Но это интересно хотя бы потому, что центр масс этой системы тел находится внутри Земли. Это понятно, да? Радиус Земли 6400 километров, а здесь центр масс от центра стоит на 4700 километров. То есть центр масс системы тел Земля и Луна внутри Земли, внутри Земли где-то находится. Ну, теперь давайте следующую тему разберем, любопытную. Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского и формула Циолковского. Давайте для примера рассмотрим, например, ракету, на которую еще могут действовать внешние силы. И тогда определим, m, значит, это пункт 2, 1, 3. Определим, m это масса ракеты. Дм, это масса вылетающих газов. Масса вылетающих газов. Масса вылетающих газов. Еще ДВ. ДВ изменение скорости ракеты. И V1, по-моему, V1 я обозначил там. Да, V1 это скорость газов относительно Земли. Скорость газов относительно Земли. Ну, вот мы обозначили, поскольку силы, предполагаем, что будут действовать, F, внешняя сила, или результирующая всех внешних сил. Результирующая всех внешних сил. Понятно, что если действует сила, то импульс ракеты будет меняться. Если бы не действовали внешние силы, то суммарный импульс ракеты вместе с газами оставался бы константным. Ну, а так он будет меняться. Ну, вот и запишем закон изменения импульса. Мысленно, 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 P конечная минус P начальная. Это в левой части. Это F и Т, ой, не F и Т, а F там на дельта Т. Это вот если за конечный промежуток времени, а F равно константе. А мы за маленький, за бесконечный малый промежуток времени запишем то же самое соотношение. Итак, P конечная масса. Масса стала чуть меньше за время дельта ДТ. М минус ДМ. Скорость. Ну, скорость чуть изменилась, поэтому V плюс ДВ. Это вот то, что касается самого тела ракеты, P конечная. Ну, еще есть импульс всех газов, которые вылетели. Минус ДМ на V1. Ой, почему минус? Плюс ДМ на V1. Плюс ДМ на V1. Ну, мы же не знаем, куда газы вылетают, поэтому там у нас все минусы, которые нужны, в конце концов, должны появиться. Это P конечная. P конечная. Минус P начальная. Минус P начальная. А начальная масса ракеты была М. Газы все были в ракете. Ничего там, топливо еще не сгорело. При скорости ВМ на V. Минус М на V. Это начальный импульс. И равно F на DT. F на DT. Импульс внешних сил. Это импульс внешних сил, а это изменение импульса за время DT. Очевидно, скобки нужно раскрыть. Очевидно, скобки раскроем. Здесь получим M на V плюс M на DV минус DM на V минус DM на DV плюс уже оставшееся вот это DM на V1. минус M на V минус M минус M. И все это равно F на DT. F на DT. Ну, давайте посмотрим, что-то сокращается. Вот это сокращается, конечно. Это сокращается. Дальше dm на dv отличается от всех остальных. Смотрите, масса – это конечная величина умножить на бесконечно малую. Ну, конечно, бесконечно малая, но все-таки конечная на бесконечно малую. Бесконечно малая на конечную, dm на v. А здесь две бесконечно малых умножаются друг на друга. То есть это бесконечно малая второго порядка малости. Поэтому это можно считать равно нулю. Это гораздо меньше в любых приближениях, чем вот эти два слагаемых. Таким образом, у нас остается раз, два, три, ну и правая часть. А вот это вот равно нулю. Правая часть. Итак, m на dv, m на dv, плюс dm, что там, минус v, минус v, плюс v1. Правильно я за скобки вынес? dm, dm, да? Ну, вроде так. Проверяйте. Если что-то не так, то вовремя мне сигнализируйте. Правильно сделал, нет? Правильно. Хорошо. Так, значит, теперь нужно немножко проанализировать. Вот это вот, минус v на v1. Давайте про газы, про скорость газов что-то скажем. Скажем, вот v1, v1 это скорость газов относительно Земли. поскольку они все-таки из ракеты, из ракеты выделяются, да? То можно ракету взять за систему отсчета, и тогда обычное соотношение для сложения скоростей можно использовать. v1 равно v, скорость ракеты, плюс u. Это скорость газов относительно ракеты. Скорость газов относительно ракеты. Помните, на первой лекции или на второй мы уже вот это вот писали. Связь, система координат не вращается, просто движется. Поэтому, конечно, это выполняется. А это значит, что вот это все вместе, минус v, плюс v1, минус v, плюс v1, это не что иное, как u будет. Поэтому это будет u. Скорость газов относительно ракеты. Скорость газов относительно ракеты. То есть окончательно, ну не совсем окончательно, все-таки еще строчку допишем после этого, равно минус dm на u плюс f на dt, f на dt. Ну а теперь поделим на dt. Здесь все бесконечно малые величины, с ними не очень интересно работать. Все-таки сюда же входят еще реальные какие-то величины, немаленькие. Поэтому введем, например, величину расход топлива. μ, dm, q, dt. Расход топлива. Тогда смотрите, что получаем. Во-первых, m, dv по dt равно минус dm по dt на u плюс f на dt. f, dt уже нету. dt уже нету. Поделили на dt. Или, используя это сокращение, μ, расход топлива за единицу времени, да, dv по dt это ускорение ракеты, dv по dt это ускорение ракеты, минус μ на u плюс f. Вот эта запись, она очень похожа на второй закон Ньютона. Действительно, слева произведение массы ракеты на ускорение. А справа, ну, сила одна есть, а размерность вот этой величины, μ на u тоже, очевидно, будет размерностью силы. Так вот, вот эту вот величину называют f реактивная, реактивная сила. f реактивная, очевидно, равно минус μ на u. Минус μ на u. Это сила, действующая на ракету со стороны вытекающих газов. Со стороны вытекающих газов. И тогда это просто второй закон Ньютона. Но, конечно, особенности есть. Масса зависит от времени. Масса зависит от времени. Поэтому, конечно, при решении конкретных задач нужно учитывать все, что происходит с ракетой. Ну, например, можно посмотреть типичную ситуацию, когда пример. Ну, почему? Даже не совсем пример. Следующее будет уже уравнение Циолковского, формула Циолковского. Поэтому, чтобы к ней подойти, давайте рассмотрим случай. f равно нулю. f равно нулю. Тогда у нас остается m, dv по dt равна минус μ на u. Смотрите, dv и u. Два вектора, слева и справа вектора. Очевидно, они сонаправлены. Очевидно, сонаправлены. И если в начальный момент времени ракета покоилась, то она все время будет двигаться по направлению вылетающих газов. То есть совпадать по направлению. Ну, правда, в противоположную сторону. Но направление векторов будет совпадать. То есть вектора параллельные. А если параллельные, то дальше уже можно использовать для решения конкретной задачи движение ракеты от покоя. Если бы ракета не покоилась, то у нее начальная скорость была бы, скажем, вот туда направлена, а газа ее толкает в эту сторону. То тогда нам к скалярному виду не удастся перейти. А здесь мы предположим, что движение от нулевой начальной скорости. И тогда МДВ по ДТ равна, я перепишу здесь уже ДМ по ДТ, мне так удобнее будет, у нас такая запись была где-то там, и У. Без векторов уже пишу, поскольку движение ракеты будет направлено по прямой действию, по которой действуют, движутся газы. А это уже можно попытаться проинтегрировать. ДВ поделить на У. ДВ поделить на У. А ДТ можно сократить. Как мы с вами говорили, нам удобно к этим бесконечно малым относиться так, что просто делим одно число на другое. Поэтому чаще всего производную удобно писать там ни с точкой, ни со штрихами, а именно в таком виде. Потому что это не что иное, как одна бесконечно малая поделить на другую. Если вы попробуете реальное производное искать от каких-нибудь известных функций, там синус, косинус, например, ДСинус, поделить на ДТ, и увидите, что вы получите ту самую производную, которую ожидаете получить. Просто числитель делить на знаменатель. Нам так удобнее, и поскольку в математике у вас обсуждение производных, это не только время короткое, там, в течение длительного, а уж интегрирование вообще, наверное, на следующий год только будете. То поэтому мы вот с самыми простейшими непредположениями, это все правильно, только с самыми простейшими обсуждениями и обходимся. ДМ поделить на М. Это в правой части. Ну, наверное, правильно, да? Теперь, смотрите, это за промежуток времени ДТ, за маленький промежуток, да, минус, минус, надо оставить минус, минус оставить надо, минус оставить. Конечно, куда же мы без него получим все неправильно. Дальше нужно проинтегрировать. Как мы сказали, интегрируем от нуля до В конечное. ДВ на У минус, равно минус интеграл от М нулевое до М конечное. Все-таки у массы ракеты сначала была М нулевое, в конце М конечное. ДМ на М на М. Слева все очень просто, совсем просто. Потому что У это константа. Это константа. Скорость газов относительно ракеты не меняется, с какой бы скоростью ракета не двигалась. Правильно? Потому что из ракеты вылетает. Относительно ракеты не двигалась. Это константа. Поэтому это просто будет слева У умножить на В конечное. В конечное поделить на У. В конечное поделить на У. Слева будет. А справа, справа, ну здесь уже нужно вспомнить, что такое интеграл от такой ДМ по ДМ делить на М. Логарифм, натуральный логарифм. Да. Равно минус натуральный логарифм от М. Подстановки от М нулевое до М конечное. Натуральный логарифм от М. Ну, подстановки это логарифм М конечное минус логарифм М нулевое, да еще знак минус. Поэтому это будет логарифм от М нулевое поделить на М конечное. Логарифм это все проходили, наверное, в школе. Хорошо знаете, да? Сумму, разность логарифмов. Поэтому я просто вот разность логарифмов записал в таком удобном виде. Логарифм М конечное минус логарифм М нулевое, да еще вот этого знак минус, поэтому логарифм М нулевое на М конечное. Ну вот, в разных случаях по-разному называют формулой Циолковского. Иногда вот это вот соотношение называют формулой Циолковской, но привычнее, привычнее вот так. М нулевое на М конечное равно Е в степени В конечное на У. Это после потенцирования просто, да? То, что получается. М нулевое на М конечное равно Е в конечное делить на У. Ну вот это формула Циолковского. Формула Циолковского. Так, у нас 10 минут еще. Через 5 минут звонок. Вот смотрите, ребят, мы на этом остановились. Дальше есть что поговорить. Вот устройство ракеты. Но поскольку еще кое-какие опыты показать надо и с обсуждением, то давайте на этом остановимся. И дальше устройство ракеты, и как там реально что-то может происходить, на следующей лекции и разберем. А сейчас опыты. Давайте начнем с силы трения. Сила трения. Вот этот прибор называется как трибометр, да? Задачу на семинарах решали, да? А движение соскальзывания с наклонной плоскости. И получали соотношение, что коэффициент трения равен тангенсу альфа, угол, при котором тело начинает соскальзывать. Ну, кто не решал, решите эту задачу, сами себе поставьте и решите. То есть угол, при котором тело начинает соскальзывать, он нам однозначно дает коэффициент трения. Ну, покажите, как он работает. Вот начинает соскальзывать, да? Начинает соскальзывать, а дальше-то во всей красе законом Антона Кулона. Ну, мы можем показать, что коэффициент силы трения скольжения здесь не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел и не зависит от массы. У нас есть брусок, у него есть большая и малая поверхность, и мы определяем его в скольжении. Вот, в угле начинается движение. Я его просто отмечу мелом. Так. Теперь кладу на другую поверхность. Площадь другая уже будет, да? И определяю угол скольжения. Он тот же самый. А, ну зацепился, да. Тот же самый. То есть сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей, зависит только от силы взаимодействия. Теперь кладу груз. И тоже определяю угол скольжения. Он тот же самый. То есть он не зависит, коэффициент силы трения скольжения не зависит от массы. Не зависит от массы, да? То есть тангенс альфа тем же самым остается, значит коэффициент трения остается тем же самым. Хотя сама сила трения... Показать, что сила трения скольжения, коэффициент силы трения скольжения зависит от качества поверхности. У меня другая поверхность шероховатая. Наждачная бумага приклеена просто, да? Я определяю угол скольжения, потому что есть большая разница. Вот видите, здесь наждачная бумага, здесь нет. То есть все, что касается гладких поверхностей, видно, что не зависит от площади в соответствии с законом Антона Кулона. Но от обработки, естественно, коэффициент трения зависит. Угол другой. Так, хорошо. Все, ну с этим достаточно. Еще один эффект, который я просто, надо сказать, в нужный момент забыл показать, когда мы обсуждали силу трения. Смотрите, вот здесь есть сила трения, но тело находится под действием внешних сил. Под действием внешних сил. Вот если положение равновесия тела здесь, то при отклонении и возвращении назад тело не доходит до положения равновесия. И здесь тоже. Не доходит до положения равновесия. Это явление так называемого застоя. Явление застоя. И мы с ним очень часто сталкиваемся. Иногда в жизни сталкиваемся, а иногда в жизни, просто в бытовой жизни, а иногда и при измерениях. Если у нас есть стрелочные приборы, стрелочные приборы, то стрелка, например, может двигаться в одну сторону и возвращаясь, показать не топ, да, под действием там, или тока, например, возвращаясь, остановится не там, где должна показывать силу тока, а рядышком с ней. То есть смещение от положения равновесия, допустим, для периодического процесса, для какого-то, оно может быть вот такое. Сначала колебание, потом снова колебание, потом возврат в положение равновесия, и из-за того, что есть сила трения покоя, а сила упругости уже компенсируется ей, дальше тело останавливается. То есть положение, в котором тело остановилось, не соответствует положению равновесия. И когда в стрелочных приборах мы получаем какие результаты измерения, нужно все время это учитывать, что есть определенная точность у стрелочных приборов, связанная именно с этим, с тем, что есть сила трения, какая-то сила трения какая-то, и проявляет явление себя, явление застоя. Так, это вот явление застоя, сила трения. Ну, а дальше уже... А дальше мы рассмотрим движение центра массы. Для этого у нас есть дощечка. Здесь вот отмечено белым кругом положение центра массы. То есть можно показать, что движение центра массы не зависит от распределения вообще массы в этой системе. и куда действует сила, да? И от этого, да? Вы видите, что начерчена прямая линия. Если ударить по центру, видно, что точка... Да, сверху особенно видно, по линии. Видите, да? Движение по линии. Если ударить в другом месте, то не по центру массы. Она тут и вращается, а точка белая... Ну, немножко сместилась, но совсем немного. Может, еще раз попробуйте, да? Значит, нужно бить перпендикулярно. Чуть-чуть, если под углом ударили, то, конечно, там еще смещение может быть. Но если хорошо перпендикулярно... Ну, вот тоже, тоже немножко. А если по самому краю, сюда? Давай не по самому краю. Ну, сейчас вот хорошо. Видно сверху, да? И сбоку видно, что почти осталось на линии. Это, конечно, точность. Еще сила трения здесь влияет. Немножко там... Неодинаковая сила трения. То есть центр масс движется так, как двигалась бы материальная точка. Независимо от того, куда действуют силы. Независимо от того, куда действуют силы. Перед вами тележка, на которой установлен математический майдинг. С помощью этой установки можно показать, что невозможно движение центра масс под действием только внутренних сил. Значит, в конце тележки я отметила специально мелом, чтобы вам было видно, что тележка, в принципе, коллег движется только вот в этих пределах. То есть она возвращается только вот в этих пределах. Видно, да? Что тележка осталась там же. Но это не такое же тривиальное утверждение. И если вы так интересуетесь современными двигателями, которые, ну, не рекламируют, а которые пытаются как-то, так сказать, вот продвинуть, появились где-то вот последние лет 40-50 так называемые инерционные двигатели, которые показывают, что на самом деле вот внутренние силы способны к тому, чтобы менять положение центра масс этой системы тел. И вот у нас здесь на физфакте, правда, это уже давно, лет 15, наверное, назад сюда приезжал один из таких изобретателей вот этого двигателя. Он реально работает, но только там есть хитрости, связанные, прежде всего, вот с чем-то типа явления застоя. Там, где сила трения работает, появляется что-то типа гистерейса, и наряду вот с тем эффектом, что центр масс всегда покоится, еще появляется сила трения вот здесь вот в колесах, сила трения, и тело, если чуть-чуть вот наклонить, незаметно, да, вроде бы параллельно, тело понемножку начинает смещаться, и тело начинает двигаться. То есть, так, а это что? Среднее сигнерово колесо, возникновение силы, реактивной силы под действием вытекающей струи жидкости. Значит, у нас есть сигнерово колесо с тремя соплами. Если подать воду, мы видим вращение этого колеса за счет дицерей, реактивной силы. Да, мю, расход умножить на скорость относительно каждого сопла, да, скорость жидкости относительно каждого сопла. Если побольше, значит, движение будет побыстрее, помедленнее будет помедленнее. Можно поменьше? Вот, скорость меньше, расход меньше, и сила реактивно меньше, да? Они немножко вниз, чтобы мы не друг на друга брызгали, а все-таки вот на это сюда. Все, да? Так, ребят, все! Все! Субтитры создавал DimaTorzok